Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Югра обмотала москвичей и гостей столицы 100-метровым шарфом. Теплый прием устроила в ДНХ наша делегация. Будет откуда чай попить. Югорчане в серьезном поединке завоевали самовар. Не простой, а золотой. Что дает он хоккейной команде? Продолжается большая командировка главы региона по Югре. Сегодня муниципальные вопросы решали в самых северных районах. И обо всем подробнее прямо сейчас. Больше миллиона человек за один день посетили Югру. На этих выходных в Москве на ВДНХ открылась международная выставка «Форум Россия». Это одно из самых значимых событий года в нашей стране. Проходит выставка по поручению президента России Владимира Путина. Каждый из 89 регионов-участников представляет на форуме свои достижения. Чем поделилась Югра, расскажем в следующем материале. Самые радостные северные! С Новым годом! И хорошей вам выставки! С Югрой в Москву пришла зима и праздничное настроение. Дед Мороз на международной выставке-форуме «Россия» демонстрирует проект под названием «Хантамансийск. Новогодняя столица Сибири». Все активности, которые происходят на площадке Югры, так или иначе рассказывают об особенностях нашего региона. Будь то игра, в которой посетителям предлагают обмотаться в 100-метровый шарф, его два года назад связали в «Хантамансийске» и тем самым вошли в Книгу рекордов России, или хоккейные матчи русской классики, транслируемые из столицы округа. Югра вместе с остальными регионами открывает международный форум-выставку «Россия». Мы сегодня привезли и показываем наше богатство, мы показываем наше культурное наследие, мы сегодня делимся нашими достижениями за последние шесть лет. Югра на выставке-форуме «Россия» представляет сразу 24 значимых проекта. От достопримечательностей Неройки и Барсовой горы до Сургутского перинатального центра, а также исторических и кинофестивалей. Всё то, что ассоциируется с современной Югрой. Замечательный регион, очень хорошо поддерживает ваш губернатор креативной индустрии, народно-художественные промыслы, богатый, я имею в виду и природными ресурсами, и душевностью людей. Ну, в первую очередь, могу сказать, что холод, мерзлота, потому что угощали рыбой, строганиной. Слышали про этот замечательный регион, тем, что он достаточно много формирует нефтедобыча на сегодняшний день. Югра – это лес, югра – это воздух, югра – это жизнь. Самый лучший город для того, чтобы просто наслаждаться, не торопиться, просто жить. В этом вся наша югра. Тепло, уют, домашняя атмосфера. Также большой выбор спорта на любой вкус. Можно заниматься всем, чем угодно. И зимними видами спорта, и летними. Инфраструктура очень развита. Увидеть югру и влюбиться в Россию на ВДНХ можно будет вплоть до 12 апреля следующего года. Именно столько будет работать международная выставка. А 23 ноября здесь пройдет День югры. Нашему региону отдадут главную сцену выставки России. Наталья Соловьева, телерадиокомпания «Югра», Москва. Наталья Комарова продолжает рабочие поездки по Югре. Сегодня губернатор провела встречу с жителями Березовского района. В общей сложности диалог длился без малого два часа. Югорчан интересовали темы междугородных перевозок, ЖКХ, расселение из аварийных домов, состояние зимников, строительство сельских клубов. Как всегда, встреча длилась до последнего вопроса. Напомню, что эта обратная связь с югорчанами станет частью ежегодного отчета, обращения и инвестиционного послания главы региона. На встречах югорчане озвучивают не только проблемные вопросы, но и голосуют за достижения своих муниципалитетов и выбирают проекты на следующий год. Их и учтут в тексте инвестпослания. Очень важно, что мы вместе. Да, все время занимаемся этими дорогами. Казалось бы, это скучно и уже всем надоело и так далее. И это тоже правда. Тогда, когда мы вместе, шансов преодолеть эти стереотипы, эти проблемы, эти неудачи, достичь каких-то новых горизонтов, решить новые какие-то задачи существенно выше. И вы это знаете. Помимо общения с жителями, губернатор также посещает важные для муниципалитетов социальные и производственные объекты. Например, в Березовском районе Наталья Комарова проверила ход реконструкции районной поликлиники. Объект почти готов. Площадь здания увеличится на 600 квадратных метров. Кроме того, для пациентов будут работать рентгенологические и физиологическое отделения, отделения функциональной диагностики, лаборатории. Также Наталье Комаровой представили новую котельную. Она готова к вводу в эксплуатацию. Котельная снабдит теплом 29 многоквартирных жилых домов. Кроме того, новый объект позволит сэкономить бюджет на газе и электроэнергии. Ученики Нягоньской гимназии провели осенние каникулы, изучая экологию. Проект тематического фестиваля получил грант от Комитета образования и науки. Гимназисты посетили деревообрабатывающий завод, который производит материал, равный по прочности железобетонным балкам. Но при этом он отличается легкостью и является экологически чистым. На предприятии ребята познакомились со всеми этапами деревообработки, начиная с момента поступления бревна на завод, заканчивая выходом готовой продукции. Также дети попробовали себя в роли агрономов. На 150-тысячный грант были закуплены мини-лаборатории, наборы садовода, экологические конструкторы. Гимназисты посадили овес и укроп, узнали про деревья, растущие в Центральном лесу культуры и отдыха. Мы с ребятами сажаем семена овса и укропа. Данная работа будет направлена на наблюдение. С записью в дневник наблюдений мы понаблюдаем, на какой день появится корешок, листок, чтобы ребята провели практическую часть. Затем мы будем садить семена ели. И в дальнейшем мы хотим все-таки прийти на уровень, что нам в городе нужен будет питомник растений. Югра пополнила свою коллекцию еще одним трофеем. В субботу подопечные Вадима Япончинцева выиграли золотой самовар. Этот кубок дается команде, которая одержала победу в русской классике – матчи под открытым небом. В Ханты-Мансийске встретились Югра и хоккейный клуб «Тульский АКМ». Как прошел матч и чем он запомнился болельщикам, расскажет Дмитрий Пришвицин. Русская классика возвращается после четырехгодичного перерыва. По хоккею на открытом воздухе так соскучились, что 4 ноября весь Ханты-Мансийск покрылся льдом. Скользко, мы ползем уверенно. Вообще мы с пяти часов гуляем по городу. Потому что мы прилетели в пять утра, и после двух с половиной тысяч километров гололед мало останавливает. Давай еще пришли. Очередная дуэль за «Золотой самовар» на этот раз свела Югру и «Тульский АКМ» – лидеров нынешнего сезона ВХЛ. Но игра на открытом воздухе отличается как для хоккеистов, так и для болельщиков. «Очень круто. Во-первых, очень много развлечений для болельщиков. Несмотря на прохладную, холодную погоду, пришло много людей, люди болеют, переживают. Атмосфера праздничная. Очень круто». «Скажите, когда последний раз были на хоккее вот так, на открытом воздухе?» «Сто лет назад, когда был маленьким. Тогда только». «Сами гоняли в хоккей на улице?» «Конечно. Конечно». «Сегодня как вам атмосфера? Все нравится?» «Огонь! Огонь! Кто сказал, что кто-то замерзает? Неправда». «У меня есть вратарская форма, потому что я сам вратарь. У меня братья хоккеисты. И я решил поддержать нашего вратаря Владимира Сахацкого». Вратарям вообще в этом матче пришлось не сладко. Из-за холода замерзла амуниция. Шайба стала тверже и тяжелее, а руки приходилось согревать грелками. Но Владимира Сахацкого держали в тепле всем стадионом. Болельщики поддержкой, а соперник точными бросками. За весь матч югорский вратарь отразил 41 бросок и оставил свои ворота в неприкосновенности. Этот сухарь стал третьим для Владимира в этом сезоне. «Очень холодно. Шайба дубовая. Другие совсем отскоки и броски другие. Очень много даже моментов было. Ребята молодчики мне помогли, почистили мои ошибки, где-то взяли шайбу на себя. Так что им спасибо». «Да, я думаю, для вратаря всегда важен сухарь. Без разницы, какой матч. Но сегодня просто он вдвойне приятнее, я думаю. И уровень отличный. И Сахацкий показывает, что он очень даже в порядке. Сегодня сухой матч и несколько ключевых спасений в больших ситуациях. Поэтому, да, я хочу сказать, что этот матч по качеству был очень приятный». Этот матч стал особенным и для капитана команды Артема Железкова. Он уже играл в русской классике в составе других команд и оба раза уступал. В Ханты-Мансийске Артем не только добился долгожданной победы, но и сам забросил шайбу. С его гола и начался разгром Тульского АКМ. Позже свои голевые статистики поправили Владислав Картаев и Максим Кицын. Матч завершился 3-0. «Вроде бы, как бы, ну, так скажем, рядовой матч, да, два очка, и это как бы не Кубок Петрова. Но у меня действительно два раза не получалось его выиграть. И с третьего раза это была очень классная командная характерная победа. И эмоции меня переполняют сейчас». «Этот самовар принесет удачу Югре?» «Сто процентов. Сто процентов принесет». «Я думаю, что ребятам, да, которые на данный момент, наверное, может быть, и впервые вышли на открытую площадку. Потому что в наше поколение оно было намного больше, да, то есть открытых катков и проводили время вот именно на открытых катках. Так что, я думаю, это запомнится им на долгие годы». «Тема Жидок, наконец-то ты выиграл». «Очень хорошее мероприятие, которое останется в памяти молодежи. Сегодня постарались решить вопрос о том, чтобы проводить здесь, в этом городе, детские соревнования среди школьников. И если это заработает, это еще один шаг в развитии детского хоккея». «Русская классика – это хорошая возможность погрузиться в воспоминания. И помогает это сделать не только игра на открытом воздухе, но и форма, в которой играют хоккеисты. Она всегда выполнена в ретро-стиле. Например, в таком дизайне «Югра» брала кубок «Братины». «И Югра чемпион! Мы победители!» Сейчас этот корт продолжит радовать любителей хоккея. Он останется на стадионе «Югра Атлетикс», а значит, стук клюшки искрежет коньков здесь будет слышен всю зиму. Дмитрий Пришвицин, Дмитрий Сыропятов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Сургуте почтили память павших героев. 7 ноября по всей стране отмечают День воинской славы. Эта традиция уходит корнями в Великой Отечественной войне. 82 года назад, во время осады фашистами Москвы, на Красной площади прошел военный парад, доказывающий врагу, что советских солдат не сломить. С тех пор в этот день отдают дань памяти павшим воинам. В Сургуте мероприятие прошло на аллее славы Чернореченского кладбища. Здесь вечный покой обрели 65 ветеранов Великой Отечественной войны и 35 бойцов, защищавших Донбасс в специальной военной операции. Сургутяне возложили цветы к Стелле, почтили память героев «Минуты и молчания» и обещали не забыть их подвиг. Я хочу, чтобы наши сургутяне, их дети, их не внуки, помнили, приходили сюда. Что это такое? Это память. Память тех, кто дал нам жизнь. И думаю, сейчас молодое поколение, они воспитываются в патриотическом военном направлении. Они должны знать историю нашей страны, уважать наших родителей, наших дедов, наших отцов, сыновей. Для бойцов СВО утвердили еще одну меру поддержки в Югре. Решение принято на заседание окружного правительства. Новая мера введена по итогам встреч губернатора с военнослужащими в Лангипасе, а также учитывая другие обращения югорчан. Бойцам СВО, прибывшим домой в отпуск, выплатят по 25 тысяч рублей. Важно, что перечисление будет производиться без предъявления проездных документов на основании информации, полученной от военкомата. Также региональное законодательство синхронизируется с федеральным при предоставлении окружных выплат при получении ранения, пояснила губернатор Югры Наталья Комарова. Единый размер региональной меры поддержки при ранении без подтверждения степени тяжести – 500 тысяч рублей. Еще одно изменение касается меры поддержки в связи с гибелью участника СВО. При отсутствии прочих близких родственников теперь выплаты смогут получить братья или сестры погибшего. Макеевчане поделились своими мыслями о Дне народного единства. Для них это особый праздник. Вся страна помогает Донбассу возвращаться к мирной жизни. Своя подшефная территория есть и у Югры – это Макеевка. И вместе уже проделана большая работа. Какие-то новые здания строят. Сейчас нам, возможно, скейтпарк построят, если все получится. А почему это так происходит? Почему налаживаться началось? Потому что мы в России теперь считаемся. День народного единства – особенный праздник для жителей новых территорий. Весь Донбасс в едином порыве вместе с огромной страной отмечает эту дату. Конечно, массовых мероприятий из-за соображений безопасности не проводится. Но люди собираются дома, семьями, либо на предприятиях, в трудовых коллективах. И отмечают этот праздник. Страна сильная стала, сильнее намного с Россией. С Россией сила по-любому. Стало все лучше. Для меня стало все лучше. Например, что? Например, не знаю, как сказать, но просто стало все лучше. Мы теперь единая страна с Россией. Хватит уже набоксовались с этой Украиной. Вся страна помогает Донбассу возвращаться к мирной жизни. Каждый регион России взял себе под шефную территорию. Например, Югра, Макеевку. Соглашение о сотрудничестве подписали еще в мае прошлого года. И за это время автономный округ провел здесь, в Макеевке, поистине масштабную работу. Югра – это не только партнеры, это те люди, которые помогают на сегодняшний день. Это на самом деле весомый вклад в то, что делают, в то, что помогают гуманитарно, в то, что помогают по всем направлениям. Начиная от оздоровления наших деток, на помощь тем военнослужащим и тем нашим пострадавшим горожанам, которые на сегодняшний день нуждаются в помощи. Ремонт теплосетей и крыш, новые учебники и окна в школы, компьютерная техника, дорожные знаки и фонари освещения. Перечислять можно бесконечно. За счет Югры были приобретены уличное освещение, коммунальное снабжение улучшилось. Много поставлено коммунальная техника, которая уже работает на улицах Макеевки, в частности. Которая уже делает город лучше, чище, удобнее, комфортнее для проживания. Большое, огромное спасибо Донбасса и Югре. Сегодня Макеевка – цветущий город. О войне напоминает лишь работа артиллерии. Но врага вытесняют все дальше, а жить становится спокойней и безопасней. Антон Войтович, Лений Чемляков, телеканал Югра, Макеевка, Донбасс. В одном из микрорайонов подшефного Югре города Макеевки меняют трубы водоснабжения и водоотведения. Впервые в советских времен. Раньше с водой там были постоянные перебои. Они есть и сейчас, но скоро их не будет. Работы ведутся под контролем компании Юрэск. Подробности далее. С раннего утра жителям микрорайона «Зеленый» не дает спать работающий экскаватор. Однако жильцы не в обиде, ведь он роет траншеи для труб подоснабжения. А доставка воды в квартиры – для них больное место уже много лет. Хотя в последнее время ситуация наладилась. Было раньше, что раз в неделю получали, раз в три дня получали, на три часа. А сейчас-то каждый день уже, как говорится, такого застоя нету, чтобы проблемы какие-то, чтобы постираться или посуду помыть или такое, что-нибудь искупаться. Как часто на вашей памяти меняли трубы? Это, наверное, первый раз за все, что было время. Вот сколько здесь, с 85-го года этот дом. Вот это первый раз здесь трубы так меняют. Пока новые трубы ждут своего часа, специалистам необходимо демонтировать и извлечь из земли старые. Работа эта непростая. В советские годы все делали надежно. Коммуникации прокладывали глубоко. Раскапываем трубу существующую в ужасном состоянии. Ей уже больше 50 лет меняем. Вся побита, гнилая, внутри заросла вся. Меняем на новый полиэтилен диаметром 400. Такое состояние старых труб долгое время порождало еще одну серьезную проблему. Воду пьете из-под крана или покупаете? Нет, покупаем. Еще пить-то невозможно, да? Нет, не рекомендую. В новых коммуникациях вода будет проходить несколько ступеней очистки. Ее можно будет пить прямо из-под крана. Все работы контролирует представитель компании Юрэск. Водоснабжение не совсем ее профиль. Однако у сотрудников уже есть немалый опыт подобных работ в Крыму. Да и здесь они уже близки к завершению. На данный момент уже реализовано водоотведение. Первый этап канализации, значит, объем 558 метров. Выполнено в полном объеме. На данный момент занимаемся водоснабжением. Общий объем составляет 3 километра 200 метров. У нас работают две подрядные организации с разных сторон микрорайона «Зеленый». Начинали работать. Сейчас идут друг на встречу к другу. На реализацию проекта выделено 400 миллионов рублей. Также, кроме водоснабжения и водоотведения, Юрэск должен обустроить в окрестностях две детские игровые площадки. В Нижневартовской окружной больнице пополнение. Коллективу присоединились 30 молодых специалистов. 5 врачей и 25 средних медицинских работников. О том, как проходила церемония посвящения в профессию, расскажет Регина Гауфа. Валерия Стрела – врач-нефролог, одна из молодых специалистов. Первые шесть лет обучения у нее прошли в Ханты-Мансийской государственной медакадемии. После была ординатура в Петербурге в медицинском университете имени академика Павлова. В Нижневартовс девушка, которая ранее жила в Мегионе, приехала по целевому направлению. Есть возможность работать в новых условиях, в новом коллективе, в новой больнице. Почему бы нет? Как молодому специалисту была единовременная выплата и поддержка в виде частичной оплаты по съему жилья. Поэтому очень даже поддержка, я бы сказала. Весь коллектив, в котором я работаю, это один большой наставник. Но да, у меня есть доктор, который является моим непосредственным наставником. Поэтому это тоже добавляет уверенности некое, что мне помогут и меня не бросят в беде. Всего по целевому направлению в больницу принято два специалиста. Остальные медики прибыли в столицу Самотлора с учебных заведений Москвы, Оренбурга, Екатеринбурга, Омска, Перми, Ханты-Мансийска. Югра считается привлекательным регионом для работников сферы здравоохранения. Дополнительным плюсом является и возможность работать в новой, современной больнице. Именно здесь и проходило посвящение в молодые специалисты. Такая знаковая вещь, чтобы вот эти молодые люди, которые пришли работать в первые дни их работы, первые месяцы, буквально начинались с новых стен. И это будет их, знаете, еще больше мотивировать продолжить работать у нас. Они после окончания образовательных учреждений впервые приступают к работе. И нам очень радостно, что это работа в нашей больнице Нижневартовской окружной клинической. Всего с начала года Нижневартовская окружная клиническая больница приняла 113 специалистов. 40 врачей и 73 сотрудника среднего медперсонала. В целом укомплектованность специалистами в регионе составляет порядка 95%. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. Далее на телеканале «Югра» погода и коммерческая информация. В этом году Нижневартовский государственный университет отмечает свое 35-летие. Вслед за празднованием юбилея в ВУЗе состоялось еще одно важное событие. В нашем ВУЗе сегодня очень важное событие. Это первое заседание попечительского совета, которое является координирующим органом ВУЗа, направленные его действия на развитие нашего университета в том основополагающем контексте, как ВУЗ, который готовит для разного сообщества, для разных направлений экономики нашего региона студентов. В состав совета вошли руководители образовательных учреждений Нижневартовской и Угры, представители крупнейших промышленных предприятий региона, будущие работодатели-выпускников университета. Основная функция – это как раз развитие и взаимодействие как с работодателями, вот, наверное, новые проекты, привлечение студентов по отраслям, вот, ну и, соответственно, заинтересованность работодателей в привлечении студентов уже к себе на работу. Первое заседание совета посвятили основному направлению его работы – развитию взаимодействия с работодателями и партнерами ВУЗа. В гимназии номер один работает очень много выпускников этого университета, и мы практически ежегодно пополняемся за счет выпускников этого учебного заведения. И вот это вот, мне кажется, основное в нашем процессе взаимодействия – возобновление педагогических кадров – это сейчас очень серьезная проблема. Помимо трудоустройства студентов, Совет принимает участие в реализации образовательных программ, научно-исследовательских проектов. Оказывается, действие в социализации выпускников на рабочих местах. Направление связано с поддержкой таких видов деятельности, как культура, как творчество, как вклад в развитие, ну, я думаю, что такого широкого спектра компетенции наших студентов, которые даются не только в процессе образовательной деятельности. Сегодня в НВГУ ведется подготовка специалистов для многих отраслей экономики ЮГРЫ – нефтяников, энергетиков, педагогов, программистов и многих других. Повысить уровень готовности выпускников к реалиям профессии – одна из задач попечительского совета. Климат-контроль, грязеотталкивающая пропитка, водонепроницаемая мембрана. На выставке продажи можно подобрать верхнюю одежду на любой вкус. Здесь широкий выбор греческих дубленок, финских пуховиков и норвежских халясок. Практически эксклюзивные модели. Из-за последних событий в России закрылись все магазины норвежской верхней одежды «Бьер Ларсен». Сейчас в Сургуте – это единственный магазин, где есть уникальная возможность сэкономить на настоящем норвежском качестве и купить куртки в три раза дешевле от официальных сайтов и магазинов. Таких цен больше не будет никогда. Теплые парки выдержат суровые холода до минус 50 градусов. Здесь каждый найдет себе куртку, дубленку или пуховик. Размеры представлены до 72-го. Они не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму. Зашла в магазин, примерила курточку, очень хорошая. Мех очень приятный на ощупь. Курточка плотная, буду брать. Зашла, посмотрела, мне так понравилась дубленка, я ее приобрела. Обслуживание прекраснейшее, все такие доброжелательные, что без покупки отсюда не уйдешь. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтьюганске покупатели ждут ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Выставка продажи будет работать до 12 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова